Вопросы дорог, света и воды. Они беспокоят жителей Баксальского сельского округа Мохамбетского района. Об этом было сказано на отчетном собрании Акима района. На прошедшем отчетном собрании Аким районов выслушал и другие вопросы, волнующие население. Так, по словам жителей, школа в селе находится в аварийном состоянии. Необходимо построить новое здание учебного заведения. Кроме того, работы по строительству дорог не только не остались незавершенными, но и ухудшили качество. Также говорилось о том, что сельхозтоваропроизводители после использования земли не приводят ее в порядок, а оставляют в прежнем состоянии. Житель села Мурат Ещанов поднимал вопрос дорог, воды и света. К слову, электричество в последнее время часто гаснет. По словам жителя, село отстало в своем развитии. Необходимо асфальтировать внутренние улицы нашего села. Только на одной улице есть асфальт. Все селы вдоль Урала улучшили свое положение. Только наше село, как самый отсталый населенный пункт в районе. Проблема воды также остается актуальной. Летом идет вода, а зимой вода останавливается. Выслушав проблемы жителей, глава района сообщил, что на конкурс подана проектно-сметная документация на строительство дорог протяженностью 5510 метров. На разработку проектно-сметной документации для проведения дорожно-строительных работ на улицах протяженностью 5510 метров выделено 8 млн 489 тысяч тенге. В мае будет проведен конкурс на разработку проекта через отдел ЖКХ. Среди этих улиц есть улица Исатая-Тайманова. На совещании также были озвучены вопросы выбора и проведения перевыборов Акима-села из числа местных граждан, интернета, общественного транспорта, кормов, субсидий, конденсационных стоков. В связи с водочистным сооружением, подающим воду село, проводится работа по согласованию с прокуратурой трубопроводов. Аким район отметил, что будет рассмотрена возможность передачи водочистного сооружения в собственность государственного учреждения. Вчера, когда был поднят вопрос воды, мы провели совещание с представителями общественности сельскими Акимами прокуратуры с целью, чтобы мы не останавливали воду. Честно говоря, есть некоторые пробелы в законе. По нему должен быть развитый сельский округ, трубы, новая водочистная установка. 100% населения должно платить и у всех должен быть счетчик. В целях упорядочения этого вопроса я обратился за помощью к Акиму области Серик Жамбул УЛЭ, который в то время был министром. На урегулирование ситуации сотрудники прокуратуры дали свое согласие и отвели определенное время. Выполняем работы потому, чтобы привести в законное состояние трубопроводы водоочистного сооружения. Общая идея передачи водоочистного сооружения в собственность государственного учреждения. За счет Акима района была организована мобильная выездная общественная приемная от Раусского областного филиала партии «Аманат». Прибывшие на прием жителей поднимали вопросы ремонта внутрипоселковых дорог и дорог между селом Мохамбет и селом Хамита Иргалиева. Жилья, чистоты, капитального ремонта каналов, архитектуры и облика села, пассажирского транспорта, питьевого и технического водоснабжения. Было отмечено, что вопросы обращения граждан, обратившихся на прием, не останутся без рассмотрения. Со стороны филиала партии будет проведена необходимая работа и оглашены результаты. На сегодняшний день от населения поступило около 2500 обращений. Из них больше всего по вопросу земли. Население хочет разводить скот, но проблема с кормами, пастбищными угодьями вызывает затруднения. Эти вопросы будут рассмотрены в мажорисе с юридической точки зрения. Второй вопрос – проблема с водой. Есть программа государственного уровня АО «Ельбисыг». Несмотря на то, что есть много средств, она не может охватить все села. При этом решение проблем с водой в селах, где растет население – одна из больших задач, стоящих перед нами. Радует, что граждане, пришедшие в общественную приемную, затрагивают не свои личные проблемы, а проблемы села. Стоит отметить, что в Баксайском сельском округе планируется строительство медицинского пункта в населенных пунктах. Разработана проектно-сметная документация по установке светильников на улицах протяженностью 3340 метров. Запрошены средства. На июльской сессии будет рассмотрена возможность выделения средств. Казбек Айкалиев, Айн Бульхару, на телеканала «Травомохамбетский район». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова